Всем привет! Я тут решил почитать комментарии и понял, что основная их часть касается старых роликов, которые набрали много просмотров, но уже сейчас для меня не актуальны. Есть неадекватные комменты, а также очень странные, но об этом, наверное, в следующий раз. И сейчас, как вы поняли, из названия поговорим о Black Squad. И комментарий, который меня заинтересовал, звучал так. Чувак, зацени, какой крутой новый мод в игре появился. И я, естественно, решил зайти и посмотреть, что же там такого крутого, добавили разработчики. И начну с того, что мод Arm Race, или как его обозвали в игре, Arsenal, хотя Google Переводчик четко говорит, что это гонка вооружения, действительно оказался неплохим. И я даже залип его на какое-то время. Этот мод ничего нового из себя не представляет. Он в игре появился в конце октября прошлого года и встречается во многих играх. Суть мода такова. У вас после каждого фрага меняется оружие. Там пистолет, потом убили винтовка, потом убили трябовик и потом получается нож. Но в отличие от других игр, тут решили разрабы выпендриться и нож внедрять между каждым, так называемым, блоком оружия. Типа 6 фрагов сделаем из огнестрельного оружия, потом дадим вам нож, зарежете своего врага и опять 6 фрагов из огнестрельного оружия. И так получается по кругу, пока вы не посадите на нож 40 фраг. Ну или кто там самый будет крутой на карте и последнего ножом не зарежет. То есть вот такая вот начинается мясорубка. С одной стороны, вначале думаешь, блин, ну нож, ладно, зато есть боевая граната. То есть вы можете убить гранаты, бегая с ножом, ну правильно кинули гранату и не надо никого резать. Все, пушки опять заново появляются, вы можете убивать. Но ближе к финалу вместо боевой гранаты выдается дымовая, а потом и светошумовая граната. То есть еще более усложнить вам вот этот вот процесс победы. С одной стороны это бесит, но с другой стороны в этом как бы что-то есть, какой-то прикол. И уже это как-то тебя раззадоривает и ты типа хочешь еще больше и больше играть. Все-таки сейчас, короче, надо будет порвать всем пауканы и зарезать кого-то в конце. То есть это прикольно. И мне этот мод понравился. Единственный минус, ну кроме читеров, которые я для себя излег, это то, что ну все-таки на маленьких картах вот на вот этих не особо нравится играть. Хочется больше играть на крупных соревновательных картах, там отстреливать как бы врагов и противников. Но если это не брать во внимание, то как бы мод зачетный. То есть если мой комментатор имел ввиду этот мод, то действительно он крутой. Но есть и другой мод. Мод Supply Rate, который я так понял, они презентовали месяц назад. То есть он свежий. Хотя и играется на стандартных картах, ну что для меня тогда было минусом. А тут как бы вроде карты стандартные, соревновательные. Но это, пожалуй, это единственный плюс этого мода. То есть там вообще какая-то каша. Там гонка вооружения, где надо подбирать боеприпасы, постоянно респавниться игроки за спиной. То есть ты только появился, отошел, тебя сразу же в спину пристрелили и забрали твои боеприпасы. Суть данного мода такова, что получается ваша задача для победы собирать упавшие боеприпасы с противника. То есть вы его убили, выпали боеприпасы, вы подбежали, забрали боеприпасы, соответственно прибавились очки к общему счету и у вас появились патроны. Потому что в данном моде вы там появляетесь и у вас один магазин. Соответственно в любом случае с этого магазина надо убить противника или потом придется бегать с ножом и кого-то резать. То есть подбирайте боеприпасы. Также появляется на карте бокс, который надо разбить. Его там либо вы разбиваете, либо ваш противник. Соответственно там куча боеприпасов, что как бы ускоряет игру и их надо собрать. То есть надо бегать еще за этим боксом и тоже убивать там противников или же разбивать его. Короче, суть в боеприпасах. Оружие, которое вроде бы как должно меняться там с убийством или с накоплением каких-то очков, ну оно на это, ну очки на это не влияет. То есть оружие у вас прокачивается только по прошествии времени нахождения на карте. То есть если вас в игру закинут в середине, то все будут бегать с автоматами, а вы с пистолетом. Потому что вы стартуете с пистолетом, ну и потом по сути там ближе к концу игры у вас уже появляется там нормальная уже. То есть вот такой какой-то мод, какая-то каша и даже не знаю, вот этот мод можно было играть и на мелких картах, и вот туда его. То есть все, вот это было, это вообще был бы отстой. Поменять получается вот эти локализации этого мода с гонкой вооружения. И тот был бы мод для меня вообще шикарный, а этот был бы вообще отстойный. Это было бы нормально. То есть если комментатор говорил про этот мод, то я с ним категорически не согласен. Это полное говно и какое-то днище. А тот мод действительно хороший. Поэтому исходя из этого хочется сказать, что могут разработчики делать какие-то годные вещи даже сейчас, ну а могут и какую-то откровенную шляпу делать. Ну и в конце я хотел еще сказать по поводу блокировок. То есть видео по-прежнему блокируются, какие-то разблокируются у меня разработчиками Black Squad. То есть это прикольно, как я говорил, это будет продолжаться. Посмотрим забанят ли они это видео, потому что в этом случае разработчики валов как говно тупого говна получается будут. Ну а на этом у меня все. Всем пока. Играйте честно.